В Крокус-экспо открылась 15-я строительная неделя Московской области. Выставку посетил Андрей Воробьев и оценил проекты ведущих девелоперов. Сенсацией первого дня работы стала презентация Парка России. Был дан старт конкурсу, который определит основную концепцию подмосковной зоны отдыха и развлечений. Подробности в сюжете. Строительная неделя Московской области считается одним из главных событий года. Сравнить ее можно с неделей высокой моды. Ведь компании выставляют на показ все самое лучшее, что смогли наработать. У вас основной опорный регион все-таки это какой? В Рязани, Дверь, Тамбов? Только Московская область. Отраслевую выставку посетил Андрей Воробьев. Несмотря на многочисленность, осмотрел почти каждый стенд. Факт. Глава региона решил серьезно взяться за сферу строительства. И уже есть успехи. Где стараетесь? Нет еще, в лимфе еще нет. Также выставку посетили министр строительного комплекса и ЖКХ Подмосковья Марина Оглоблина и заместитель министра регионального развития Сергей Даркин. К примеру, в прошлом году сразу столько почетных гостей и не ждали. Это еще раз говорит о грядущих изменениях в отрасли. Как сказал Андрей Воробьев, он эти перемены видит во взаимовыгодном сотрудничестве. Очень приятно, что лучшие строительные компании, я их сейчас буду нахваливать в преддверии праздника, это можно делать, работают в Подмосковье. И самое главное, большинство из них все больше и больше идеологически становятся нашими партнерами. Еще недавно 9 из 10 компаний, которые работали в Подмосковье, платили настойчиво деньги в других субъектах налоги. Вот сейчас мы делаем ставку на тех, кто с нами выстраивает сотрудничество долгосрочное. И таких строителей, таких ответственных людей мы, конечно, будем поддерживать, не стесняться говорить о них хорошо и давать им самые разные выгодные проекты. Традиционно на выставке идет неофициальная борьба не только за контракты, но и за лучшие стенды. На строительной неделе Московской области представлены почти все муниципальные образования региона. Ну и, конечно же, Коломна со своим главным достоянием – Коломенским Кремлем. И пусть он почти 500 лет как построен, там продолжаются реставрационные работы, а это тоже часть строительного комплекса. В первую очередь мы реставрировали под музеи. Это дворянские усадьбы и купеческие дома. Усадьба купца Озерова, там, где располагается сейчас выставочный зал, дом усадьбы купцов Ложечниковых. Это 18-е, начало 19-го веков здание. Коломенскому Кремлю на выставке отведено особое место. Предположительно, он станет частью миниатюры нашей стороны в парке «Россия». Напомню, идея создания такого места была предложена год назад Сергеем Шойгу и поддержана Владимиром Путиным. На участке в 1000 гектар, недалеко от Домодедова, разместится целый город с аттракционными гостиницами, зонами отдыха. Ожидаемый поток туристов 10 миллионов ежегодно. Почти столько же посещают парижский Диснейленд. Какой именно будет подмосковная достопримечательность, решит международный конкурс компаний «Старт соревнованиям» дан сегодня. Эксплуатацию парка в последнюю очередь планируется в 2020-2021 году. Непосредственно строительство, проектирование и эксплуатация парка ляжет на плечи инвесторов. Частные. За счет частного капитала. В этом являются лица государственного частного партнерства. И являются базовые идеи создания и эксплуатации парка в России. Ни одна строительная неделя не обходится без церемонии награждения. В этом году она особенная. Несколько пар, у кого семь и более детей, получили из рук Воробьева сертификаты на квартиры. По словам главы региона, все подобные семьи Подмосковья должны быть обеспечены жильем. Так только в текущем году на эти меры выделят почти 500 миллионов рублей. Екатерина Зайнулова, Олег Мелехов, Александр Тавлинцев. Служба новостей.